Уважаемый Владимир Владимирович, добрый день. Рад приветствовать вас на 17-м форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России. Можно с уверенностью утверждать, что форум стал неотъемлемой и важной частью стратегического партнерства наших стран, особенно в части взаимоотношений регионов. В прошлом году из-за пандемии мы были вынуждены перенести в форум. Последствия пандемии ощущаются и сейчас. Мы проводим форум в режиме видеоконференции, но в этом виде общения имеются и свои преимущества. Хотел бы высказать слова признательности вам, уважаемый Владимир Владимирович, за помощь, оказанную нашей стране в начальный период распространения эпидемии. Россия осуществила поставки лекарственных средств безвозмездно, предоставила тест-системы, оказала действенную помощь в эвакуации казахстанских граждан. На протяжении нескольких недель российские врачи плечом к плечу с казахстанскими коллегами трудились в наиболее сложных регионах, с честью исполняя свой профессиональный долг, делясь опытом и знаниями. Отдельным важным этапом нашего сотрудничества в этот период стал запуск производства российской вакцины «Спутник Ви» на базе Карагандинского фармацевтического комплекса во исполнении нашего с вами личной договоренности. Все это подтвердило, что Россия является стратегическим партнером-союзником Казахстана. В Казахстане успешно работает более 7,5 тысяч российских и почти 3,5 тысяч совместных предприятий. В рамках нашего форума за годы совместного сотрудничества подписано около 200 соглашений и договоров. За этот период товарооборот вырос в 3,5 раза и достиг 19 миллиардов долларов. Объем прямых инвестиций из России за последние 15 лет составил более 16 миллиардов долларов. В свою очередь казахстанские инвестиции в Россию составили почти 4,5 миллиарда долларов. Это довольно значительная цифра. Мы взаимодействуем практически во всех отраслях экономики, промышленность, сельское хозяйство, инфраструктура. Отдельно хочу отметить растущий уровень двустороннего взаимодействия в области энергетики. В текущем году мы отмечаем 25-летие крупнейшего международного проекта по транспортировке нефти Каспийского трубопроводного консорциума КТК. С момента создания КТК на мировой рынок поставлено более 745 миллионов тонн нефти. Имея в виду рост добычи, а также освоение новых, в том числе совместных проектов по нефтедобыче, важно заранее нарастить пропускную способность нефтепровода, обеспечить стабильность управления этим сложным международным проектом. Нашими предприятиями совместно осваиваются месторождения мирового уровня Тенгейзе и Карачаганак. В казахстанской части Каспия реализуются морские проекты «Дженис Аль-Фараби». Общая стоимость этих проектов – 6,5 миллиардов долларов. Кроме того, мы приступаем к освоению крупного месторождения «Каламхаз-Море» Хазар. Определен стратегический партнер с российской стороны – это компания «Лукоил». Общая стоимость проекта составит около 5 миллиардов долларов. Мы создали наиболее благоприятные условия для инвесторов, реализующих морские проекты. Поддержали предложения российских партнеров по освобождению совместных морских проектов от поставок нефти на внутренний рынок, а также отменили экспортную таможенную пошлину. Правительство в тесном взаимодействии с инвестиционным сообществом выработало новый механизм инвестиций – улучшенный модельный контракт. Он обеспечивает юридическую защиту и стабильность инвестиций, а также предусматривает обновленный пакет преференций. Конечно же, мы приглашаем российских партнеров к реализации новых проектов. Далее. С 2019 года успешно реализуется программа совместных действий в области производственной кооперации. На данный момент уже реализовано три проекта. Производство тракторов марки «Кировец», Производство автомобилей марки «Хюндай» И проект по производству компонентов для транспортных средств марки «ГАЗ». В апреле этого года с участием главы Татарстана Рустама Миниханова дан старт строительству завода по производству шин. Мощностью 3,5 миллионов шин в год. Это важный и нужный для Казахстана проект, снижающий зависимость от импорта из других стран. Огромные потенциалы имеют портовые мощности наших государств. В сегодняшних реалиях ключевые экспортеры ищут альтернативы традиционным маршрутам. Поэтому особую актуальность приобретает развитие мультимодального транскаспийского маршрута через морские порты Казахстана и России. Мы также знаем о больших планах и проектах России в отношении Северного морского пути. Фактически Казахстан и Россия совместно могут предоставить сеть альтернативных транзитных маршрутов, позволяющих связать экспортеров с транспортными хабами Европы и других регионов. Как я говорил недавно на Восточном экономическом форуме, особо важное значение приобретает регулярное взаимодействие транспортных ведомств наших стран. Поэтому сегодня предлагаю принять совместную программу по развитию мультимодальных перевозок. Отдельно хочу остановиться на проблемах грузоперевозчиков, пересекающих нашу границу. Это важный для нас вопрос. На Казахстанской российской границе действует 30 автомобильных пограничных пунктов пропуска. Только 5 из них оборудованы инспекционно-досмотровыми комплексами. К сожалению, они периодически выходят из строя. Речь идет о таких пунктах пропуска на границе с Саратовской областью, Оренбургской областью, Челябинской областью, Курганской областью, Тюменской областью и другими. Пограничная служба России ввела новые требования по обеспечению технологического прохода в грузовых отсеках автотранспортных средств. Водителей заставляют выгружать груз прямо в досмотровой зоне, что зачастую приводит к порче груза. Перевозчики вынуждены загружать автотранспортные средства на две трети от имеющегося места. Например, в газелях вместо положенных 80 тонн теперь грузится от 4 до 6 тонн потребительских товаров. Больше груза теперь вместо 30-40 тонн перевозят 15-20 тонн товара. В результате увеличиваются транспортные издержки, растет цена товаров. Обеспечение безопасности государственной границы – это безусловный приоритет любого государства. И мы относимся к мерам безопасности с полным пониманием. Особенно в свете событий в Афганистане, о чем вы, Владимир Владимирович, убедительно говорили на одном из заседаний государств-членов ОДГБ. Вместе с тем, до оборудования пунктов пропуска современными инспекционно-досмотровыми комплексами могло бы решить и проблемы безопасности и скорости коммерческого транзита. Уважаемые участники форума, тема сегодняшнего заседания – это сотрудничество в области экологии и зеленого роста. Действительно, эта тема приобретает важный и, можно сказать, неотложный характер. Как вы знаете, Казахстан реализовал ряд крупных международных инициатив по улучшению экологической ситуации. Не только в Казахстане, но и во всем регионе. Это закрытие крупнейшего в мире ядерного полигона, реализация масштабных программ по спасению Аральского моря и сохранению Каспия. К вопросам экологии и сохранения биоразнообразия мы относимся очень серьезно. Казахстан и Россия имеют схожие экологические проблемы. Это высокий уровень загрязнения воздуха, воды, почвы, накопления радиационных и промышленных отходов. Более того, учитывая наше соседство, многие проблемы, по сути, являются общими для двух государств. Для их решения правительствами подписано семь соглашений в области экологии, сохранения биоразнообразия, совместного использования и охраны трансграничных водных объектов. Соглашение планомерно реализуется. Однако, экологическая ситуация продолжает ухудшаться. Ее решение требует активизации именно совместных усилий на международном уровне. В этой связи хотел бы привлечь внимание участника форума к следующим вопросам. Первое. В связи с изменением климата в мире усиливается вектор на декарбонизацию экономики. На этом фоне многие страны объявили о достижении углеродной нейтральности к середине века. Вводятся новые регуляторные механизмы, в том числе пограничный углеродный налог в Европейском Союзе. Казахстан, как и Россия, одна из самых энергоемких стран в мире. Добывающие отрасли составляют более 50% промышленного производства. 70% электроэнергии вырабатывается из угля. В то же время, несмотря на высокую зависимость нашей экономики от ископаемых, Казахстан объявил о стремлении к углеродной нейтральности к 2060 году. Это вполне реализуемая и рациональная задача. Достижение нулевого баланса выбросов потребует структурных, промышленных и экономических изменений. Для этого нами разрабатывается долгосрочная стратегия низкоуглеродного развития. Россия тоже продуктивно работает в этой сфере. Мы очень внимательно наблюдаем за действиями вашего правительства, уважаемый Владимир Владимирович. Поэтому наши правительства могли бы вместе поработать по данной проблематике, Обменяться опытом и наработками. Для смягчения негативного эффекта для экономик наших стран Было бы полезно выработать общую позицию касательно соответствия вводимых норм международным соглашениям, Прежде всего, в рамках Всемирной торговой организации. На национальном уровне и в рамках подготовки к большому технологическому переходу Мы приняли новый экологический кодекс, соответствующий передовым международным стандартам. Предприятиям предоставлена возможность модернизации производств за счет освобождения от экологических платежей. Это позволит бизнесу осуществлять активное технологическое обновление путем внедрения наилучших доступных технологий. Мы перестраиваем национальную систему торговли квотами на выбросы парниковых газов, Гармонизируем ее с соответствующими международными системами. Предлагается соответствующим ведомствам обменяться опытом и подумать о возможности сопряжения двух систем. Особого внимания заслуживает использование газа, как более чистого вида топлива. Для повышения инвестиционной привлекательности газовой отрасли в нашей стране принимается ряд системных мер. Определены новые рыночные подходы к ценообразованию на газ. Это делает вложения в газовые проекты более прибыльными. Мы приняли решение трансформировать КАЗ-Трансгаз по аналогии с Газпромом. Компания станет полноценной вертикально интегрированной национальной газовой компанией. Для увеличения ресурсной базы газа важное значение имеет своевременная реализация крупных совместных с Россией проектов Хвалынская и Ямашевская. Важно прийти к скорейшему решению коммерческих вопросов с Газпромом, что ускорит реализацию названных проектов. Другим перспективным направлением производства альтернативной энергии является атомная и водородная энергетика. Правительство изучает возможности развития в Казахстане безопасной атомной энергетики и запуска совершенно нового вида энергетики водородной. Второе. По данным Организации объединенных наций, в связи с глобальным потеплением климата и антропогенным воздействием мировой дефицит воды к 2030 году может достичь 40%. Водная безопасность Казахстана во многом зависит от гидрологического и экологического состояния трансграничных рек. Катастрофическое обмеление и ухудшение экологического состояния реки Урал – серьезная угроза для жителей приграничных регионов не только Казахстана, но и России. Владимир Владимирович, по итогам нашей встречи в Омске в 2019 году была принята программа сотрудничества по сохранению экосистемы бассейна реки Урал. За это я вам благодарен. Предлагаю поручить правительствам обеспечить ее качественную реализацию с подготовкой доклада о выполнении данной программы на годовой основе. Отдельное внимание следует уделить вопросу целесообразности строительства и эксплуатации плотин на малых реках, а также организации новых водозаборов. В целом, проблема рационального забора воды в верховьях рек и экономного водопользования в ее истоках приобретает особое значение. Вновь поставлена задача перехода на цифровизацию с целью экономного водопользования на нашей территории. Третье. Казахстан относится к малолесным государствам. Площадь лесного фонда составляет 30 миллионов гектаров или 11% территории. В этом году стартовала масштабная программа по озеленению страны. До 2025 года планируем посадить 2 миллиарда деревьев. Крупнейшая экологическая катастрофа – это высыхание Аральского моря вызвало появление солевых пустынь. Песчаные бури разносят в атмосферу тонны ядовитых солей не только по Казахстану, но и в страны Центральной Азии. Поэтому мы вместе с узбекскими коллегами приняли отдельную программу, рассчитанную на Казахстан по увеличению высадки Саксаула на осушенном дне Аральского моря. Планируем охватить 1,5 миллиона гектар к 2025 году. Четвертое. Казахстан и Россия обладают богатой и уникальной флорой и фауной. Вместе с тем, остро стоит вопрос снижения популяции Каспийского тюленя, который внесен в Красную книгу обеих стран. Нужны безотлагательные меры по сохранению этого уникального животного, защите их территории обитания и размножения. Поэтому предлагается рассмотреть возможность создания государственных резерватов в Северном Каспии. Другим редким и уникальным животным наших стран является сайгак. Это уникальное животное, существовавшее еще в эпоху мамонтов. Благодаря принимаемым мерам по охране популяции сайгаков наблюдается значительный рост их численности. Мы здесь, на территории Казахстана, моим указом запретили отстрел сайгаков. Вместе с тем, происходит сокращение территории их обитания из-за расширения сельскохозяйственной деятельности. Это приводит к нехватке пастбищ и водопоев как для сайгаков, так и для сельхозживотных. Учитывая особенности миграции сайгаков, предлагается поручить пограничным службам обеспечить свободный проход для сезонного перемещения сайги между нашими странами. Пятое. Между Казахстаном и Россией активно ведется сотрудничество в области зеленой экономики. Наши страны имеют колоссальный потенциал для развития возобновляемой и альтернативной энергетики. К 2030 году Казахстан намерен увеличить долю возобновляемых источников энергии в энергобалансе страны с текущих 3% до 15%. Для этого мы оказываем всестороннюю поддержку инвесторам. В частности, государство гарантирует закуп по акционному тарифу на срок до 15 лет. В этой сфере в Казахстане успешно работает российская компания «Хевал». Общий объем проектов по производству солнечной генерации этой российской компании уже достиг 240 мегаватт. Казахстан также обладает высоким потенциалом ветровой энергии – около триллиона киловатт-часов в год. Наша страна входит в число 8 стран с высоким экспортным потенциалом зеленого водорода. Очевидно, что реализация проектов в сфере альтернативной энергетики требует формирования производственной научной инфраструктуры, наличия высококвалифицированных кадров. Поэтому мы создаем центр компетенции по высокотехнологичным инновациям в энергетической сфере. Россия, как известно, имеет мощную научную базу и соответствующий кадровый потенциал. Поэтому мы заинтересованы в предложении российских специалистов к взаимовыгодному сотрудничеству. Для роста зеленой экономики большое значение имеет развитие рынка зеленого финансирования. На базе Международного финансового центра «Астана» для этого созданы все необходимые условия. Думаю, российские эмитенты могли бы рассмотреть возможность выпуска зеленых ценных бумаг на данной площадке. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемые участники форума, конечно, зеленая повестка гораздо глубже и шире одного выступления. Надеюсь, что сегодня мы обсудим все вопросы и наметим пути их решения. Желаю участникам форума плодотворной работы. А теперь с удовольствием предоставляю вам, уважаемый Владимир Владимирович, слово. Спасибо большое. Прежде всего, хочу сказать, что я очень рад вас видеть, уважаемый Касим Жанат Кемельевич. Вы недавно со всем вместе работали, договорились о том, что принимаем участие в сегодняшнем мероприятии. Вы сказали всё самое главное. Мне осталось только прокомментировать некоторые вещи. Сделаю я это с удовольствием. И, может быть, даже удастся сформулировать некоторые предложения по тем тезисам, которые вы сейчас изложили. Но прежде всего, конечно, хочу сказать, что я рад приветствовать участников очередного, 17-го уже по счёту, форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Действительно, к сожалению, в прошлом году из-за пандемии нам вообще не удалось организовать встречу представителей регионов двух стран. Но в этом году, кстати, по предложению президента Казахстана, мы договорились всё-таки провести данное мероприятие и вместе поработать хотя бы в формате видеоконференции. В целом, форумы регионов имеют действительно важное, очень важное значение и вносят существенный вклад не только в развитие связи по линии субъектов Российской Федерации и областей Казахстана, но и в целом способствуют укреплению всеобъемлющего российско-казахстанского стратегического партнёрства. Я убеждён, что дискуссии в рамках нынешнего форума также будут полезными и принесут конкретную практическую отдачу. Отмечу, что взаимодействие наших стран носят по-настоящему интенсивный, многоплановый и обоюдо выгодный характер. Мы с самого начала так и строили наши отношения. Так было практически всегда на протяжении новейшей истории. Прежде всего, это касается торгово-инвестиционной сферы. Так, за семь месяцев текущего года двусторонний товарооборот увеличился на 34% и составил, по нашим данным, 14 миллиардов долларов. Ожидается, что по итогам года взаимная торговля достигнет рекордных показателей в 20 миллиардов долларов. И в этом большая заслуга именно межрегионального сотрудничества. В прочной связи со всеми областями Республики Казахстан поддерживают 76 из 85 субъектов Российской Федерации. Вызывает, безусловно, удовлетворение, что в последнее время обмен делегациями региональных властей, представителей бизнеса, общественности продолжился и активно развивается. Только в третьем квартале этого года Казахстан посетили главы Башкортостана, Астраханска, Рязанская области на очереди визиты к своим казахстанским коллегам представительной делегации из Муртии и Свердловской области. Ведется работа по линии городов-побратимов между Москвой и Нур-Султаном, Санкт-Петербургом и Алма-Атой, Ростовом-на-Дону и Уральском, Махачкалой и Актау, Омском и Павлодаром. Сформирована внушительная договорно-правовая база регионального взаимодействия. К нынешнему форуму приурочено подписание целого ряда важных соглашений между субъектами Российской Федерации и областями Республики Казахстан. Готовится межправсоглашение, точнее сказать, даже программа межрегионального и приграничного сотрудничества на период до 2023 года. Характерно, что в этом году форум посвящён такой актуальной теме, и президент Казахстана сейчас об этом подробно уже сказал, как экология и зелёный рост. Этот тренд во всём мире, конечно, и в России, и в Казахстане этим вопросам также уделяется очень большое, если не сказать, первостепенное внимание. Наши страны уже накопили в этом солидный опыт сотрудничества, как раз в области защиты окружающей среды, водного, что для нас очень важно, я подтверждаю слова президента Казахстана, водного и лесного хозяйства. Для нас это, для России, особенно важно. Косом Ижамар Фигулович сказал, что в Казахстане мало территорий, покрытых лесами, но в России много, и здесь нам нужно договориться о взаимном сотрудничестве в интересах двух стран, рационально использовать наши возможности, казахстанские, говорить о, и работать над биоразнообразием, над особо охраняемыми природными территориями. Плодотворный диалог ведётся и по линии федеральных и региональных природоохранных ведомств. Успешно действует Российско-Казахстанская комиссия по вопросам окружающей среды, комиссия по совместному использованию и охране трансграничных водных объектов, а также комиссия по сохранению экосистемы бассейна реки Урал. Мы все хорошо знаем, что Урал, как и Иртыш – это две большие реки, протекающие по России и по Казахстану, и они имеют для наших стран действительно очень важное экономическое и природное, и даже культурное значение. Не случайно для сохранения экосистем бассейнов Урала и Иртыша приняты и успешно реализуются совместные российско-казахстанские программы, предусматривающие существенное наше совместное участие во всех этих мероприятиях, научно обоснованных мероприятиях по восстановлению биосферы, выявления источников загрязнения, очистку сточных вод. Есть идея синхронизировать работу по двум этим программам, подготовив по ним соответствующие дорожные карты, что, на мой взгляд, абсолютно правильно. И напомню, что 10 лет назад Россия и Казахстан совместно создали трансграничный природный комплекс «Алтай», включающий Катон, Карагайский национальный парк в Восточном Казахстане и государственный биосферный заповедник «Кутунский» в Республике Алтай в России. Это решение было абсолютно верным. Природа, как мы знаем, границ не знает никаких, защищать её нужно сообща и эффективно сообща это делать. Поэтому мы, конечно же, поддерживаем планы по реализации под эгидой ЮНЕСКО другого трансграничного проекта, который позволит соединить экосистему природного комплекса Баке-Арда на Западной Казахстане и заповедника озера Эль-Тон, это Волгоградская область России. Среди насущных вопросов общей для России и Казахстана экологической повестки сохранения популяции редких видов животных. Вот президент Казахстана сейчас как раз об этом убедительно и сказал. Это Сайгак, Каспийский тюлень, борьба, конечно же, с пожарами вообще. Мы понимаем, что для Казахстана, ну и для нас, собственно говоря, очень важна борьба со степными пожарами. Здесь и посадка искусственных защитных лесных полос, оздоровление лесного фонда. И заниматься всем этим, безусловно, нужно на основе партнёрства и сотрудничества. По-другому не получится просто, это совершенно очевидная вещь. Уважаемые коллеги, наши страны решают целый ряд задач по сокращению негативного влияния человеческой деятельности на окружающую среду. Речь идёт о переходе к новому энергетическому укладу, подразумевающему сокращение использования углеводородного топлива и ускоренную декарбонизацию экономики. Это требует объединения усилий и федеральных, и региональных властей. И, пользуясь случаем, хотел бы отметить, что в России ведётся активная работа по формированию условий для перехода к низкоуглеродной экономике. Так у нас принят федеральный закон, устанавливающий базовые механизмы климатического регулирования. Разрабатывается и дорожная карта декарбонизации экономики с прицелом на то, что к её реализации будут подключены все российские регионы, естественно, с учётом их социальных и экономических реалий, особенностей климата и обеспеченности природными ресурсами. Кроме того, большое внимание мы уделяем сквозному технологическому обновлению региональных экономик, совершенствованию инфраструктуры. Мы стимулируем власть, бизнес на местах увеличивать долю низкоуглеродной энергетики, активнее внедрять технологии, снижающие углеродный след, промышленности, повышать энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве. В российских регионах многое делается для снижения уровня загрязнения атмосферы при производстве и транспортировке природного топлива. В сфере нефтедобычи внедряются современные и эффективные системы улавливания попутного газа. Очень многое мы здесь сделали, намного больше даже, чем во многих других странах, особенно в нефтедобывающих странах. У нас здесь накоплен хороший опыт, если наши казахстанские друзья заинтересованы, мы готовы с ним поделиться. Насколько я понимаю, у казахстанских партнёров к этой теме есть интерес, а значит, есть и поле для, и в данном случае, для плодотворной кооперации. В ряде субъектов Российской Федерации создаётся сеть полигонов для измерения антробиенных выбросов и расчёта углеродного баланса. Подобные системы мониторинга скоро заработают в Калининградской области, в Свердловской, Тюменской, Новосибирской, в Сахалинской областях, в Краснодарском крае, в Чеченской республике. В Сахалинской области начат эксперимент по внедрению низко- и безуглеродных технологий, которые позволят обеспечить углеродную нейтральность регионам уже к 2025 году. Будут отработаны методики верификации и учёта выбросов, а главное, создана первая в России система торговли углеродными единицами. Мы готовы поделиться всеми этими наработками, опытом с коллегами из Казахстана. Но, конечно, мы не должны забывать, что мы нефть и газодобывающие страны. И здесь вот этот переход к низкоуглеродной экономике без газа практически невозможен. Это просто нереалистично. Что касается транспорта на газомоторном топливе, о чём Касам Жаман Камильевич сказал, мы тоже работаем в этом направлении и готовы объединять усилия. Тем более, что транспорт у нас передвигается активно через границы. И очень важно иметь соответствующие заправки, пункты обслуживания и так далее, как на одной, так и на другой территории. Это абсолютно практический вопрос. У нас также имеются серьёзные наработки в сфере водородных технологий. В частности, запущены проекты развития водородного транспорта, открытые для кооперации с казахстанскими партнёрами в проектировании оборудования, реализации проектов по производству, хранению, транспортировке водорода. Большое внимание в России уделяется и расширению применения, как я уже сказал, газомоторного топлива, развитию соответствующей газовой инфраструктуры. И мы продолжаем работу по диверсификации поставок природного газа, в том числе и СПГ. Рассчитываем к 1935 году увеличить его производство. Эту цифру назову и не то что надеюсь, но уверен, что она будет достигнута 140 миллионов тонн в год. В этой отрасли также видим поле для совместной работы с казахстанскими друзьями в области мирного атома. Мой казахстанский коллега Иверух сказал об этом. Мы внимательно смотрим за планами наших соседей, наших друзей, союзников, в том числе и в Казахстане, по развитию атомной энергетики. Я сказал, что попытаюсь сформулировать даже предложение на те тезисы, с которыми выступил президент Казахстана. Россия предлагает нашим партнёрам, в том числе и казахстанским, содействие и поддержку в возведении и эксплуатации атомных электростанций, если вы будете принимать такие решения. В частности, речь могла бы идти о строительстве в республике АЭС российского дизайна. Но не только. Речь идёт о создании целой отрасли, которая включает в себя обучение кадров российских вузов на новом специальности, связанном с использованием атомной энергетики. Влияния АЭС на загрязнение воздуха ничтожно мало. Российские специалисты добиваются последовательного снижения нагрузки на атмосферу, совершенствования технологий, вводя в эксплуатацию эффективные газоочистительные установки. В общем, хотел бы ещё раз повторить. У России и Казахстана широкие перспективы для совместной работы в сфере экологии и зелёного роста. Рассчитываем, что к ней будут активно подключаться все регионы нашей страны – и России, и Казахстана, наших стран. Со своей стороны мы с Касым Жамат Кемельевичем говорим об этом постоянно, в разных форматах. Безусловно, будем поддерживать всех наших коллег и в правительстве, и в регионах. Уважаемые друзья, в заключение я хотел бы поблагодарить организаторов и всех участников форума, пожелать дальнейших успехов. В 2022 году очередной межрегиональный форум должен состояться в России. Мы наметили Оренбург. Я приглашаю всех к нам в гости и надеюсь, что мы сможем собраться уже в очном формате. Надеюсь, что наша совместная работа, в том числе и в области борьбы с эпидемией коронавирусной инфекцией, даст необходимые результаты, и мы сможем, наконец, встретиться лично, поговорить подробно о всех планах, проектах, принять необходимые решения для эффективного движения вперёд. Большое спасибо вам за внимание. Благодарю вас, Владимир Владимирович, за содержательное и интересное выступление, а также за высказанные вами инициативы, предложения, которые, безусловно, будут учтены. И я полагаю, что в рамках достигнутых договорённостей мы добьёмся, безусловно, добьёмся конкретных практических результатов. Теперь у нас в программе видеоролик сотрудничества в сфере экологии и зелёного роста. Давайте посмотрим. Древняя мудрость гласит, дружба крепка взаимностью. Казахстан и Россия являются стратегическими партнёрами. Импульс развитию двустороннего сотрудничества дают регулярные встречи глав государств и руководителей правительств. Уделяется особое внимание сохранению уникальных природных объектов и ландшафтов. Ведутся масштабные работы по восстановлению особо охраняемых сопредельных территориях двух стран. Несомненной победой в развитии биоразнообразия стала борьба с браконьерством. Переживший ледниковый период Сайгак, символ заповедных казахских территорий, оказался на грани уничтожения и вошёл в Международную Красную Книгу. Для сохранения его популяции на территории России и Казахстана создаются специальные зоны. Постоянная охрана и длительный запрет на его пользование способствовали ускоренному восстановлению популяции. Ведется согласованная работа по восстановлению популяции Каспийского тюленя. Этот вид, как и другие представители животного мира, очень зависим от баланса состояния окружающей среды и самого ранимого ресурса – воды. Создание особо охраняемых природных территорий в местах обитания Каспийского тюленя и совместные мероприятия по охране акватории позволят к 2050 году увеличить численность особей до 550 тысяч. Вода – это энергия, продовольствие – главное условие жизни на Земле, ресурс, определяющий прогресс природоохранных, экономических и государственных систем. Важнейшей артерией двух государств являются реки Урал и Иртыш. Щедро наделённые богатством флора и фауны, имеющие выходы к государствам Европы и Азии, реки вносят существенный вклад в промышленность и сельское хозяйство стран, являются одним из главных факторов развития независимых экономик. Расширяя рамки водной безопасности и координируя управление водохозяйственной деятельностью бассейнов Иртыша и Урала, страны преодолевают ключевые вызовы современности. Признавая единство водных ресурсов, государство со всей ответственностью подходит к решению проблем эффективного использования и экологического оздоровления рек. Сбалансированный комплекс действий, направленных на улучшение экологической среды по обе стороны государственной границы, является важнейшим условием благополучного будущего стран. Сегодня Россия и Казахстан нашли понимание по многим природоохранным направлениям, наладив добрососедское, а главное – профессиональное взаимодействие. Совместное усовершенствование экологического законодательства, выработка комплексных программ и единого стандарта реализации проектов гарантированно обеспечит благоприятный результат для оздоровления рек Иртыша и Урала и способствует улучшению экологии государств. Будущее наших стран в наших руках. Сейчас я предоставляю министру экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, Сирик Кали Амангалиевичу Брикешеву. Пожалуйста. Уважаемый Хасим Жумар Кемелевич, уважаемый Владимир Владимирович, дамы и господа, разрешите поприветствовать вас на 17-м форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России. На сегодня мы достигли значительных успехов в развитии экологического сотрудничества между нашими странами. Мы постоянно расширяем договорную базу. Подписаны семь межправительственных соглашений между Казахстаном и Россией в области экологии, сохранения биоразнообразия, совместного использования и охраны трансграничных объектов. В реализацию данных соглашений действуют двусторонние комиссии и специальные рабочие группы. Опыт совместной практической работы наших стран за 29 лет сотрудничества показал, что принятые решения и созданные организационные структуры позволяют своевременно реагировать и решать вопросы использования и охраны вводных ресурсов трансграничных объектов. В настоящее время тенденция к сокращению стока реки Урал и ухудшение состояния ее экосистемы вызывает серьезную обеспокоенность. Для улучшения экологической ситуации в бассейне реки в соответствии с поручением, данным вами на 16-м форуме приграничного сотрудничества, мы подписали программы по экологическому оздоровлению рек Урал и Иртыш, а также единую дорожную карту по совместным гидрологическим исследованиям всех трансграничных рек. В первом полугодии текущего года нами выполнены мероприятия по сбору и обмену гидрологических данных. Эксперты наших стран приступили к совместным работам по анализу параметров половодия в различные поводности годы и расчету времени прибытия воды до контрольных створов по руслу реки и ее основным притокам. Реализация мероприятий единой дорожной карты позволит выработать системные меры по улучшению гидрологического режима реки Урал, в том числе за счет режима работ водохранилищ. Наши усилия будут сосредоточены на сокращении сбросов в реку, ликвидации исторических загрязнений в прибрежной зоне, дноугубительных работах и расчистке русел притоков, а также восстановлению пойменных лесов и нерестилищ. Мы считаем, что предпринимаемые совместные меры позволят обеспечить улучшение гидрологического режима и оздоровление экосистем рек Урал и Иртыш. Как известно, от качества и количества водных ресурсов зависит развитие и сохранение биоразнообразия. Наши страны по разнообразию биоресурсов, количество сырьевых и промыслового запасов растительного и животного мира занимает ведущие места среди государств СНГ. С целью усиления сотрудничества по сохранению и восстановлению популяции каспийских тюленей мы подписали план совместных действий Казахстана и России на 2021-2026 годы. План направлен на проведение исследований состояния популяции тюленей с привлечением молодых ученых и создание особо охраняемых природных территорий в Северном и Среднем Каспии. Принимая во внимание увеличение численности битпак-долинской популяции сайгаков, мы прогнозируем ее сезонную миграцию на территории России. В связи с чем, вчера совместно с российскими коллегами мы подписали соглашение по охране, воспроизводству и использованию трансграничных популяций сайгака. Вместе с тем, совместно со Всемирным фондом дикой природы России проводится работа по реализации программы реинтродукции тигров в Казахстане. На территории Алматинской области создан государственный природный резерват или Балхась общей площадью 415 тысяч гектаров. Для усиления сотрудничества в данном направлении мы предлагаем разработать совместную экосистемную цифровую карту. Кроме того, хотелось бы положительно отметить сотрудничество наших ведомств по профилактике и тушению лесных и степных пожаров на приграничных территориях. С целью дальнейшего развития сотрудничества предлагаем разработать план мероприятий по новым методам раннего обнаружения лесных и степных пожаров на приграничных территориях. Также предлагается развить сотрудничество по контролю движения лесоматериалов с применением современных технологий для предотвращения незаконного оборота лесоматериалов. Следующим немаловажным направлением сотрудничества является развитие особо охраняемых природных территорий и экотуризма, который, на наш взгляд, имеет большой потенциал. Национальные парки Казахстана располагают значительными ресурсами для развития экологического туризма. Их природа характеризуется высокой степенью сохранности и разнообразия. Многие из них располагают уникальными ландшафтами. В стране имеется 13 государственных национальных природных парков. В 2020 году их посетили более 1 миллиона туристов. Предлагаем на успешном примере созданного трансграничного резервата Алтай, в состав которого вошли Катун-Карагайский государственный национальный природный парк и Российский государственный природный биосферный заповедник Катунский, продолжить работу по созданию аналогичных резерватов. Уважаемые участники форума, изменение климата является одним из основных вызовов человечеству на сегодняшний день. И борьба с ее последствиями является обязанностью всего мирового сообщества. Казахстан является одной из наиболее уязвимых к изменению климата стран и уже сегодня испытывает последствия, вызванные глобальным потеплением. Так, деградация земель, засуха, опустыня и наводнение наносят существенный урон экономике, а вопросы доступности воды представляют проблему взывания. Принимаю во внимание, что принятие мер по адаптации к последствиям изменения климата является неотложной приоритетной задачей для уязвимых стран. Казахстан запускает процесс адаптации и снижения рисков воздействия изменения климата путем разработки национального законодательства и международного сотрудничества, которое поможет поддержать устойчивое развитие страны и экономики. Для реализации планов развития ВИА и зеленой экономики, а также выполнения обязательств по Парижскому соглашению, мы завершаем работу по разработке доктрины по достижению углеродной нейтральности до 2060 года. Доктрина определит наше долгосрочное видение перехода к развитию с низким уровнем выброса парниковых газов, таким образом, чтобы это не ставило под угрозу производства продовольствия, а также экономическое, социальное развитие и экологическую целостность. Уважаемые коллеги, с учетом вызовов мировой экономики, нам необходимо тщательнее прорабатывать дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество, искать совместные точки роста. Межрегиональное сотрудничество здесь должно быть флагманом и примером для остальных. Казахи говорят, родственник от предка, сосед от Бога. Наше добрососедство, исключительно доверительные взаимоотношения, основывается на глубоком уважении, совместной истории, и здесь нам пример подают наши же граждане, проживающие в приграничных регионах. Сегодня форум вышел далеко за рамки приграничного формата, стал полноценным механизмом взаимодействия наших стран. Хотелось бы положительно отметить состоявшиеся в преддверии форума 26-29 сентября панельные сессии в онлайн-формате, посвященные темам сотрудничества наших стран в области водного хозяйства, изменения климата, животного и растительного мира. На мероприятии приняли участие более 260 человек. Считаю, что выработанные рекомендации по итогам панельных сессий придадут импульс развитию данных сфер. Убежден, что работа нынешнего форума не только внесет вклад в развитие связи по линии наших регионов, но и в целом будет способствовать дальнейшему укреплению всеобъемлющего казахстанско-российского стратегического партнерства. Благодарю за внимание. Спасибо, Сергей Калий Амангалевич. Следующее слово предоставляется министру природных ресурсов и экологии Российской Федерации Козлову Александру Александровичу. Пожалуйста. Спасибо. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Касым Жамарт Кемельевич, уважаемые участники форума. Россия и Казахстан соприкасаются друг с другом по суше, морю, рекам и озерам. На границе существует только у людей, а у природы пограничных столбов нет. С нашими казахстанскими коллегами мы сотрудничаем по всем направлениям природно-охранной тематики. Хотел бы остановиться на самых ключевых. Безусловно, это Урал и Иртыш. В бассейнах этих рек суммарно по нашим странам живет почти 18 миллионов человек. Поэтому так важно не только сохранить чистоту водных экосистем, но и позаботиться о комфортных условиях жизни людей. Так стоит вопрос возобновления судоходства по Иртышу и устранения вододефицита в Омской области. Это возможно, если завершить строительство Красногорского гидроузла, начатого еще в 2011 году. Мы сделали предложение, и на завершение первого этапа строительства правительство нас поддержали. Это позволит обеспечить бесперебойное судоходство на Иртше. Этот вопрос поднимался. Проектирование второй очереди, то есть непосредственно самого водохранилища, начнет регион за счет своего консолидированного бюджета, и после ввода в эксплуатацию гидроузла можно будет говорить об устойчивом водоснабжении города Омска и прилегающих территорий. В свою очередь, Ириклинское водохранилище на реке Урал помогает справиться с вододефицитом казахстанским землям. В маловодные периоды, если соседи обращаются к нам, то мы увеличиваем сбросы. Например, в прошлом году мы дали 19% больше от плана, почти 4 кубических километра. И в этом году уже дали дополнительно 2,5 кубок километров за 9 месяцев к 2,4 плана. Одна из водохозяйственных проблем, которая вызывает у нас обеспокоенность, это, конечно, загрязнение РТШ. Периодически Роспреднадзор выявляет превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ. Мы предложили коллегам, чтобы наши специалисты могли брать пробы воды на территории Казахстана и России взаимно. Это должно быть. Пользуясь случаем, предлагаю ускорить такое взаимодействие. Мы его обсуждали, оно поощряется, потому что государство 2, но река-то одна. В целом, хотелось бы подчеркнуть, что между нашими странами необходимо наладить оповещение о загрязнениях, о рисках возникновения чрезвычайных ситуаций на реках. Нам вместе надо проводить научные исследования, очищать, оберегать наши реки. Все это, что я сейчас сказал, прописано в программах сотрудничества по сохранению и восстановлению экосистем бассейнов Урала и РТШ. Планы действий, то есть дорожные карты по каждой реке разработаны и обсуждены между нашими министерствами во время рабочей поездки Михаила Владимировича Мишустина в Казахстан в августе. Мы готовы представить их в правительство для утверждения. То есть это будет впервые синхронизировано на таком высоком уровне. И хотелось бы поблагодарить, Владимир Владимирович, вы нас поддержали в своем вступительном слове. Мы обязательно эту работу в ближайшее время завершим, и она будет на более высоком уровне, о чем я сказал ранее. У наших стран огромный опыт в развитии особо охраняемых природных территорий. И Россия, и Казахстан сохраняют и восстанавливают виды животных и растений, находящихся под угрозой исчезновения, внося весом и вклад в мировое биоразнообразие. Для зверей и птиц уж тем более нет границ. Поэтому наша задача обеспечить им должное условие, заботу обе стороны. Флагманом такой работы выступает трансграничный биосферный резерват Большой Алтай. О нем сегодня многое говорилось в выступлениях. Резерват получил статус ЮНЕСКО. В заповеднике под нашей общей охраной находятся такие редкие животные, как снежный барс, балабан, орлан-долгохвост, черный гриф и кабарга, которая так пользуется популярностью у браконьеров. И нам приходится предлагать большие усилия, чтобы ее сохранить. Международное сотрудничество – это перспектива в развитии заповедных территорий. В марте этого года мы утвердили программу российско-казахстанского сотрудничества в области развития особо охраняемых природных территорий до 2024 года. Будем проводить совместные научные исследования, экологический мониторинг, предотвращать трансграничные лесные пожары и развивать экологический туризм. Я хотел бы, пользуясь случаем, проинформировать, уважаемый Владимир Владимирович, в рамках вашего поручения законодательство, определяющее понятие экологический туризм, в Государственной Думе в первом чтении прошло и в новом составе Государственной Думы должно быть рассмотрено в рамках осенней сессии. И завершая свое выступление, расскажу, что на форуме Министерства природных ресурсов России и Казахстана подписали два документа. Это нерамочные соглашения за этими документами сотни людей, которые каждый день прилагают усилия, чтобы из нашего мира не пропал Сайгак и Каспийский тюлень. Соглашение по воспроизводству Сайгака позволит проводить точную оценку трансграничной популяции. А совместный план действий по сохранению Каспийского тюленя поможет выявить причины его катастрофического состояния и предотвратить потери видов. Я хотел бы также проинформировать, что мы провели работу с компаниями, которыми работают на Каспии. Они также готовы подключиться к выполнению этого соглашения, в том числе и финансово поддержать все мероприятия, которые там указаны. И я еще раз хотел бы повториться, у природы нет границ. Мы все в ответе за окружающий мир. И та работа, которая делается и будет проделаться, она делается ради этого. Спасибо за внимание. Доклад закончен. Спасибо, Александр Александрович. Я, уважаемые участники форума, хотел бы напомнить, что официальным местом проведения сегодняшнего заседания является город Кокшитал, областной центр Акмолинской области. Поэтому предлагаю выступить Акиму Акмолинской области, Ермеку Баронбайовичу Мажекпаеву. Пожалуйста. Уважаемый Краснодар Кемелович, уважаемый Владимир Владимирович, Акмолинская область активно развивает двустороннее сотрудничество с Российской Федерацией только за последние три года. Внешнеторговый оборот увеличился на 18% и суммарно превысил 1 миллиард долларов. Экспортные поставки возросли почти в полтора раза, достигнув в прошлом году 300 миллионов долларов. Если в области насчитывается порядка 700 предприятий с участием иностранного капитала, то одна треть из них – казахстанско-российские. В сфере промышленной кооперации с Россией действует пять крупных предприятий, выпускающих порядка 85 модификаций, сельхозтехники и комплектующие изделия для авиации. Так, единственное ВСНГ-предприятие, находящееся в нашей области, поставляет более 90% производимых подшипников для российского жидко-транспорта. Давненадежный партнер российских авиационных заводов – акционерное общество ТНС, успешно работает казахстанско-российское предприятие по сбору грузовой специализированной техники КАМАЗ Инжиниринг. Казахстанская агро-инновационная корпорация и компания КАЗРОСТ активно сотрудничает Россельмаш, Алтай Агротрейд по сборке комбайнов. Наш регион открыт для российского капитала. Для этого имеются все возможности – производственные кадры, ресурсы и сырьевая база. Хотелось бы отметить тесное сотрудничество с правительствами Оренбургской и Курганской областей в рамках заключенных соглашений о торгово-экономическом и культурном сотрудничестве. Сегодня в рамках форума подписывается соглашение с правительствами Челябинской и Омской областей. Одной из приоритетных задач концепции по переводу Казахстана к зеленой экономике является эффективное использование природных ресурсов. Примером тому является реализация 12 проектов альтернативного источника энергии на сумму института 600 миллионов долларов. В прошлом году выработали 250 миллионов киловатт-часов, нынешним ожидаем 720, к 23-му – 1 миллиард киловатт-часов. Свой вклад в это вносит солнечная электронция «Нура», построен совместно с российской группой компании «Хевилл». Это действительно один из наиболее науспешных проектов предыдущего межрегионального форума в городе Омске. Данное сотрудничество продолжается. Курортные зоны Акмолинской области входят в топ-10 туристических дестинаций. Природный комплекс нацпарков общей площадью более 500 тысяч гектаров пользуется большой популярностью среди российских граждан. И мы уверены, что количество туристов будет расти. Сфера образования – одно из перспективных направлений нашего сотрудничества. Высшие учебные заведения активно взаимодействуют с вузами Москвы, Омска, Томска и другими городами. Имеются проекты по двудипломным образовательным программам академической мобильности. Между школами, колледжами городов Кокшетау, Санкт-Петербурга, Омска, Челябинска – 10 меморандумов. О сотрудничестве реализуются 19 научно-исследовательских работ в различных сферах деятельности. Уважаемые участники форума, ценность межрегиональных форумов состоит в возможности использования новых встреч для расширения горизонта сотрудничества. В завершении хотелось бы пожелать участников форума платформой работы. Спасибо за внимание. Спасибо, Илья Боранбайович, за ваше выступление. Следующим выступит губернатор Оренбургской области, паслер Денис Владимирович. Пожалуйста, вам слово. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Касым Жеморат Камельевич и участники 17 форума между регионального сотрудничества России и Казахстаном. На Оренбургскую область, как на приграничный субъект Российской Федерации, приходится самый протяженный участок российско-казахстанской границы – около 2000 километров. Мы активно развиваем сотрудничество практически во всех сферах. Так, товарооборот Оренбургской области с Республик Казахстан ежегодно растет не менее чем на 10%. Это было и в 2019, и в 2020, и такие же ожидания в 2021 году. При этом важнейшей сферой взаимодействия для обоих сторон является вопрос экологии. Между правительством Российской Федерации и правительством Республики Казахстан заключен ряд соглашений, в том числе и в создании экологического мониторинга как воздуха, так и за состоянием водных объектов на приграничных территориях. Ключевой точкой соприкосновения Оренбуржия с Республикой Казахстан, безусловно, является трансграничная река Урал. Урал без преувеличения является основой жизни Оренбургской области. В бассейне Урал на территории Оренбуржия расположены практически все крупные промышленные предприятия и населенные пункты, где проживает около 70% жителей региона. В целом, к бассейне реки Урал на территории трех субъектов Российской Федерации, Челябинской, Оренбургской, Республики Башхорькостан, проживает более 2,5 миллионов человек. Изменение гидроэкономического режима реки, иссушение пойменных озер, уменьшение поверхностного стока оказывает негативное воздействие как на Оренбургскую область, так и на Республику Казахстан. За последние десятилетия существенно сократился средний многолетний сток бассейна реки Урал. Если в 1991 году у города Оренбурга уровень реки река составлял 8 метров, то на сегодняшний день порядка 4 метров. Сегодня из Урала на различные нужды только в Оренбурже забирается около 800 миллионов кубметров воды в год. Возвращается около 700 миллионов, из которых 90% недостаточно очищены. Это основной источник загрязнения реки. В наших силах максимально снизить антропогенную нагрузку и оптимизировать использование водных ресурсов. Мы, казахстанскими коллегами, системно занимаемся поиском решения экологических проблем Урала. На протяжении 20 лет проводится казахстансо-российская историко-культурная и экологическая экспедиция по реке Урал, в ходе которой изучается современное состояние реки и укрепляются связи между научными и общественными политическими организациями двух государств. На 16-м межрегиональном форуме сотрудничества России и Казахстан в 2019 году вами, Владимир Владимирович, и вами, Касым Жемак Тимелиевич, даны поручения по активизации сотрудничества в вопросе проблемы реки Урал. Ваши поручения исполнены. Результатом проделанных работ является создание российской казахстанской комиссии и принятия в конце 2020 года программы по сохранению экосистемы бассейна-транграничной реки Урал. Это первый синхронизированный проект двух государств в области экологических вопросов. Мероприятия программы легли в основу разработанной в настоящее время дорожной карты мероприятий по оздоровлению бассейна реки Урал и включает мероприятия не только Оренбуржи, но и Челябинской области и Республики Башкортостан, на территории которых также протекает река Урал. В документе учтены предложения научного сообщества и общественности. Прежде всего, это строительство и модернизация очистных сооружений, основная часть которой была построена в 70-е и 80-е годы, и уже не соответствует современным экологическим стандартам. Конечно же, реализация этих проектов позволит снизить сброс неочищенных стоков не менее чем на 30%. Второе направление – это экологическая расчистка русел. Это повысит водность реки и пропуск весеннего паводка. Третья группа – это мероприятие наиболее масштабных, создание новой и модернизация существующих комплексов гидротехнических сооружений на реках бассейна реки Урал. Направленных на улучшение гидрологических ситуаций, улучшение водообмена и устойчивого функционирования водохозяйственного комплекса. Немаловажным мероприятием является ликвидация накопленного вреда окружающей среды. В мероприятиях также учтено воспроизводство водных биологических ресурсов. Предусмотрено экологическое образование и вовлечение жителей в природоохранные мероприятия. Мы уже начали работать по всем заявленным направлениям. Подготовлены проекты по реконструкции трех очистных сооружений. Ведутся работы по очистке рек, строительству и ремонту гидротехнических сооружений. Проектные изыскания по берегу укреплению проводят экологические акции с участием жителей. Сегодня пришло время объединить все ведущие работы и имеющие планы в рамках единого документа комплексной программы по сохранению и восстановлению экосистемы бассейна реки Урал. Уважаемый Владимир Владимирович, обращаюсь к вам от всех регионов, которые находятся в бассейне реки Урал. Просим вас поддержать инициативу по сохранению и восстановлению экосистемы бассейна трансграничной реки Урал и дать поручение правительству выделить необходимый объем бюджетных ассигнований. В вашем выступлении сейчас мы уже услышали вашу поддержку. Спасибо вам огромное. Это поможет решить многочисленные экологические, экономические и социальные проблемы наших регионов. Оренбургской, Челябинской и Республики Пашкортостан. Спасибо за внимание. Доклад закончен. Спасибо, Денис Владимирович. Следующее слово предоставляю Акиму Западно-Казахстанской области Галину Ажмединовичу Искалиеву. Пожалуйста. Уважаемый Асум Жамат Кемеевич, уважаемый Владимир Владимирович, дамы и господа, Западно-Казахстанская область Республики Казахстан соседствует с пятью областями Российской Федерации и наше межрегиональное сотрудничество крепнет и расширяется благодаря таким встречам глав государств, также подписанным между приграничными регионами соглашением о сотрудничестве и созданным деловым клубом. Мы поддерживаем также текстные контакты не только с приграничными, но и с другими регионами России, в частности с Республикой Татарстан. Проводятся различные конкретные мероприятия. Сейчас, например, готовится большая встреча памяти великого татарского писателя Габдулы Тукая. По теме форума Западно-Казахстанскую область связывает с российскими регионами три трансграничные реки. Две реки – это Большой Узень и Малый Узень. Ежегодно изноплатной основе из Саратовской области насосными станциями поднимается вода реки Волга и доводится до населения и фермеров южных районов Западно-Казахстанской области. Это также позволяет сохранить экосистему вокруг данных рек, что, безусловно, позволяет сдерживать процесс опустынивания значительных территорий как нашей области, так и соседней Саратовской области. Третья река – это Урал-Жаид. К большому сожалению, в последние годы наблюдается устойчивое снижение объема стока с верховья реки Урал. От состояния ее экосистемы, как уже сказали, зависит благополучие миллионов людей, как Казахстана, так и России, живущих вдоль реки. Только в Западно-Казахстанской области река Урал питает областной центр города Уральск и около 80 сельских населенных пунктов. В советское время река Урал дарила людям прекрасные экземпляры рыбы красных пород, которые поднимались на нерест из Каспи до Оренбурга. В настоящее время искусственные нерегулируемые водозаборы реки Урал приводят к снижению скорости течения реки, что, в свою очередь, ведет к заиливанию реки, ее загрязнению, поэтому сейчас в Урале практически нет рыбы и осетровой породы. Считаем, что еще есть перспектива восстановления ценной породы рыбы на Урале. Это, конечно же, положительно повлияет на здоровье людей и даст мощный толчок развитию рыболовства и туризма. Несколько слов о мясном животноводстве. Сейчас появилась новая проблема, которой не было в прошлом. Это заполнение рынка некачественным мясом, поэтому как никогда актуальны совместные частные инвестиционные проекты в сельском хозяйстве. У приуральных регионов есть возможность восстановления экологически чистого, экстенсивного пастбищного производства мяса на миллионах гектар. Только в Западно-Казахстанской области таких потенциальных пастбищ около миллиона гектар. Думаю, и в российских приуральных регионах есть возможность увеличить производство чистого мяса. С учетом действующих пастбищ, судьба которых также зависит от реки Урал, речь идет об обеспечении экологически чистым мясом нескольких миллионов людей наших двух стран. Конечно, для этого необходимо согласованное регулирование и рациональное использование воды реки Урал с контролем на межгосударственном уровне, поэтому с большой надеждой ждем конкретных результатов работы экспертной группы, созданной по итогам встречи наших президентов в городе Омск в ноябре 2019 года. Спасибо за Ваше внимание. Спасибо, Валерий Нажмединович. Далее слово предоставляется губернатору Саратовской области Радаеву Валерию Васильевичу. Пожалуйста. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Касым Жамар Кемилович, дорогие друзья, Саратовская область рассматривает Республику Казахстан как давнего стратегического партнера. С каждым годом отмечается устойчивая положительная динамика развития наших торгово-экономических, научно-технических отношений. Тема форума и проработка вопросов повестки открывает новые перспективы нашего партнерства. Более 10 лет правительство Саратовской области и казахстанские партнеры ведут совместную деятельность по использованию и охране трансграничных водных объектов, в частности рек Большой и Малой Узене. По ним Саратов Мелеводхоз подает в Казахстан Волжскую воду. Только в прошлом году было поставлено более 78 миллионов кубометров, а с начала текущего года уже 66 миллионов кубометров. С 2013 по 2015 годы территориальное подразделение Ротгидромета проводился экологический мониторинг состояния Большого и Малого Узеней. Считаю, что такую работу нужно возобновить и рассчитываю на заинтересованность наших казахстанских партнеров. Московские государственные университеты, наш саратовский филиал НИИ проблем экологии, Российская Академия наук проводят сравнительный анализ состояния степных экосистем Саратовского заводжия и Западно-Казахстанской области. Идут совместные полевые исследования, обмен научной информацией. Это в значительной мере способствует распространению экологической культуры, мотивирует внедрение высоких стандартов экологической безопасности. В настоящее время протяженность границы между Саратовской областью и Казахстаном составляет 568 километров. Продолжается естественная миграция диких животных через границу, в том числе краснокнижных Драфы и Сайгака. Считаю, что здесь также необходима совместная заинтересованность в охране животных, занесенных в Красной книге России и Казахстана. У Саратовской области и Республики Казахстан есть и другие важные направления сотрудничества. Саратовская энергосистема, которая граничит с Казахстанской, представлена всеми видами генерации, включая атомную, гидроэнергетическую и тепловую. Плюс в последние годы у нас развивается альтернативная энергетика. С 2017 года в регионе введены 4 солнечные электростанции. Планируется дальнейшее строительство объектов солнечной генерации, а также расширение действующих мощностей. Кроме того, с 2019 года занимаемся строительством ветроэлектростанций. Все эти виды генерации признаны наиболее экологичными. За ними будущее. Поэтому мы готовы делиться с казахстанскими коллегами опытами своими практическими наработками. Также готовы поставлять нашим соседям инновационную продукцию. Речь идет прежде всего о минеральных удобрениях, кормовых добавках, фармацевтике, полимерах, комплектующих для очистных сооружений. Производством занимаются такие предприятия, как Балаковский филиал «Апатит», компания «Фосагра», «Биомид», «Акрипол», «Нитафар», «НПП Лескон». Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемый Косов Жамат Кемельович, даже краткий обзор сверхсотрудничества, в том числе и в разрезе экологической безопасности, свидетельствует о потенциале наших будущих совместных проектов. Намерен их инициировать и воплощать, обеспечивая экономический рост Саратовской и Западно-Казахстанской областей. Спасибо за внимание. Спасибо, Валерий Васильевич. Уважаемые коллеги, есть ли желающие дополнительно выступить на данном форуме? Можно вопрос? Можно? Пожалуйста, Владимир Владимирович. Пожалуйста. Вопрос хотел задать вашему министру экологии, уважаемый Саракали Амангалевич. 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 Да, как по поводу восстановления популяции тигра. А что, в этих местах тигры водились когда-то? Речь вот о восстановлении, я правильно понял, о восстановлении популяции тигра? Да, Владимир Владимирович, уважаемый Казахстан Жемоткович, уважаемый Владимир Владимирович, речь идет о реинтродукции тигра. Исторически в этих местах, ну, есть исторические факты того, что в этих местах ранее популяция тигра была. Да, речь, Владимир Владимирович, идет о так называемом Туранском тигре. Последние экземпляры были замечены в 30-х годах прошлого столетия, после чего перед началом Великой Отечественной войны они исчезли с территории Казахстана. Это степные тигры, правда, в древности они были саблезубыми, поэтому сейчас мы развиваем международный проект по восстановлению популяции этих тигров. Они назывались туранскими тиграми. Естественно, приглашаем российских специалистов принять участие в данном очень интересном проекте. Площадь, которая отводится под популяцию этих тигров, была озвучена министром экологии. Думаю, что это очень интересный проект с перспективой на реализацию. Туранский тигр. А где же их взять? Они где-то еще остались? Как восстановить популяцию? Ну, это должны сказать специалисты. Я так полагаю, что, может быть, взять за основу те виды, которые сейчас существуют на территории Российской Федерации, ну, а потом дальше в процесс включатся биологи, специалисты. Просто вот мы, когда занимаемся восстановлением, скажем, некоторых популяций там на Кавказе, вот, барсами, потом Ирбисы восстанавливаем там в Сибири, но мы их… у нас не сохранились, но подобные виды сохранились, скажем, в Таджикистане, в Иране, и мы завозим их оттуда, из Ирана, из Таджикистана, добавляем к тому, что у нас еще какие-то остатки остались, там, этих животных. И таким образом специалисты работают над их, скажем так, разведением, да, восстановлением популяции. Вот где взять тех животных, которые вообще исчезли? Вот этот вопрос, конечно. Надо этим работать. Ну, тигр есть тигр, в принципе. Ну, понятно. Он везде более-менее одинаков, будь то Индия, Россия и другие страны. Нет, нет, в России, нет, в России самый крупный тигр, ну, конечно. Да, я знаю, а мозг и тигры. На Дальнем Востоке, конечно, конечно. Мы наблюдали, как вы ездили туда, в тайгу, принимали личное участие в популяции тигров. Это мы все знаем, это мы, как говорится, за этим мы наблюдаем. Это, конечно, непростой вопрос, но тигр есть тигр. Биологи должны поработать над этим, чтобы как-то попытаться восстановить ту популяцию, которая была когда-то на территории Казахстана. Конечно, 100% достичь этой цели на 100% невозможно, но нужно попытаться. Конечно, нам помогают специалисты из других стран, есть статус ЮНЕСКО и других международных организаций. И, конечно же, содействие со стороны России здесь будет очень важным. Я думаю, что министр экологии правильно поставил данный вопрос. Константин Жангинович, мы с удовольствием подключимся и на правительственном уровне, я думаю, что на экспертном. Это, безусловно, представит интересы для наших специалистов, у которых накоплен за последние годы очень хороший опыт. С удовольствием поделимся этим опытом и вместе с вами поработать. Можно ещё один вопрос Акиму Западно-Казахстанской области? Он сказал по поводу некачественного мяса, которое появилось на рынке. Что имеется в виду? Я, честно говоря, об этом ничего не слышал. Это, Владимир Владимирович, я говорил об импорте зарубежного мяса. То есть, к сожалению, он у нас сейчас присутствует. Понятно. Я вас понимаю и понимаю, о чём вы говорите, не будем никого обижать, но полностью с вами согласен. Надо использовать наши конкурентные преимущества и работать на экологически чистой продукции для наших граждан. Спасибо. Я думаю, что здесь мы могли бы подвести черту. В принципе, составилась интересная встреча. Вопросы, конечно же, имеются. Я думаю, мы потом в рабочем режиме эти вопросы рассмотрим. Мы уловили в некоторых выступлениях российских руководителей некоторые такие нотки претензий к казахстанской стороне. Полагаю, что и наши руководители имеют соответствующие вопросы. Я думаю, все эти проблемы нужно решать в рабочем режиме без эскалации и без драматизации существующих вопросов. Потому что любое сотрудничество, будь это приграничное сотрудничество или межгосударственное сотрудничество, естественно, не обходится без каких-либо вопросов и проблем. Для этого проводятся подобные форумы. Мы должны быть откровенными друг с другом и, конечно же, надлежащим образом заниматься решением возникающих вопросов. Поэтому считаю, что сегодняшний разговор был конструктивным, деловым. Обсуждены основные проблемы, определены задачи на предстоящий период, даны конкретные поручения. В рамках форума подписаны 13 документов по охране и воспроизводству популяции сайги, сохранению Каспийского тюления, а также укреплению торгово-экономических связей между регионами и предпринимателями. Теперь правительствам и регионам предстоит выполнить большой объём практической работы. Особенно приятно, что нам удалось сегодня успешно, если так можно выразиться, вплести тематику экологии и зелёного развития в традиционно-промышленно-экономическую повестку нашего форума. Это, конечно же, не дань моде, а насущная необходимость. По сути, это будущее наших государств. Уверен, что проекты в этой сфере придадут дальнейший импульс развитию двустороннего сотрудничества. Отдельно я хотел бы выразить благодарность, признательность вам, уважаемый Владимир Владимирович, во-первых, с тем, что вы сегодня принимаете участие. Мы, наконец, действительно определились по дате и провели очень важный форум. И, конечно же, за ваши предложения по тематике и месту проведения следующего заседания. Государственные органы нашей страны обеспечат качественную проработку всех вопросов. Ещё раз благодарю всех участников форума за продуктивную и активную работу и пожелать вам дальнейших успехов на благо наших государств. Спасибо. Спасибо.